Если вы хотите быть в курсе событий, происходящих в Одессе и в Украине, то вы смотрите нужное видео и нужный канал. Спасибо за подписку и за лайк. Вчера поздно вечером 29 августа Российская Федерация нанесла удар баллистической ракетой по Одессе. Если вы хотите узнать подробности того, как это происходило, смотрите, пожалуйста, предыдущий ролик, ссылки на который будет в конце этого, в правом нижнем углу. Как стало известно из информации, которая поступила уже поздно ночью 30 августа, удар пришелся по порту. Два человека погибло, больше никаких подробностей нет. Вчера в начале ночи 29 августа поступала инфа, что есть фиксация запусков дронов Камикадзе, вектор полета южной регионы Украины. И действительно, дроны Камикадзе летели через Херсонскую и Николаевскую область. Дальше сворачивали и летели вглубь регионов нашей страны. Примерно в половину первого ночи поступила информация, что дроны Камикадзе залетают в воздушное пространство Одесской области. Но на самом стыке Николаевских и Одесских областей они летели в сторону Винницкой области. Воздушные бои с ударными беспилотниками проходили практически всю ночь до самого утра во многих регионах Украины. Во вчерашнем ролике я ненамеренно и случайно допустил неточность и сказал, что утром 29 августа Российская Федерация нанесла ракетный удар в Николаевской области. Это было не в Николаевской области, это было в Одесской области. Случайно оговорился, извините. Если вы хотите узнать подробности этого, смотрите, пожалуйста, тоже все в предыдущем ролике. Уже практически ночью 29 августа появилась инфа, что украинские ВВС потеряли один Ф-16, который принимал участие в отражении массированной ракетно-дроновой атаки 26 августа. Пилот погиб. Ведется расследование этого инцидента и версий несколько. Самая главная версия – неисправность самолета. Хотя кое-кто и пишет, что это был дружественный огонь и самолет Ф-16 избили из Патриота. Эта версия присутствует в информационном поле Украины, но я считаю, что она самая невозможная и фантастическая, потому что на технике стоит система свой-чужой. И как мне кажется, хотя я, конечно, могу заблуждаться, что самолет потерпел катастрофу из-за своей старости, потому что нам дают обычные Ф-16, которые уже списаны в других странах. Ночь 30 августа в Одессе пока проходит спокойно напряженно. Сигналов воздушной тревоги, канонады работы ПВО, ракетных прилетов и прилетов дронов Камикадзе в Одессе зафиксировано не было. С вами были главные новости из Одессы. Моим дорогим соотечественникам и землякам мирного неба, всего самого наилучшего. Берегите себя, дорогие мои, и даст Бог. До новых встреч.